Золото и кладов Обзор Ауреус Проба Марк Аврелий Проб, римский император с 276 по 282 года. После смерти Тацита Проб был провозглашен императором и принялся за оборону границ империи. Он разгромил франков, бургундов, алиманов, вандалов, навел порядок в восточных провинциях и разбив последних мятежников в Египте, принялся прививать солдатам земледелие. Проб заставил войска заниматься винограторством и недовольные солдаты убили своего императора. Монета, представленная на аукционе, изготовлена из высокопробного золота. Весит она более 6,5 граммов и находится в отличном состоянии. Ауреус Проба был выставлен на торги с 200 гривен и после 132 ставок продан за 125 200 гривен. Девятое место в третьем квартале 19 занял Золотой Перстень. Предмету этому около 900 лет. Он относится к периоду Киевской Руси и датирован 12 столетиям. На перстне изображена так называемая райская птица. Сюжет характерный для перстней Киевской Руси 11-13 веков. Перстни с изображением птиц, выполненные из бронзы, частенько попадаются под катушки кладоискателей. Серебряные не часто, но тоже находят. А вот найти такой в золоте практически нереально, но чудеса случаются. Золотой перстень 12 века найден во Львовской области, помыт и выставлен на аукцион с 30 тысяч гривен. Лот получил 120 ставок. Артефакт был продан за 135 776 гривен. Восьмую строчку в топе продаж третьего квартала заняли полтора рубля 1841 года. Эта монета была чеканина при правлении императора всероссийского Николая I. Чеканились подобные в Варшаве и Петербурге, но использовались в основном в царстве польском. С 1832 года выпускались монеты с двойным обозначением номинала. В рублях или копейках и в злотых или грошах. Один злотый при этом приравнивали к 15 копейкам. Монета номиналом полтора рубля или 10 злотых чрезвычайно редкая. По каталогу Биткина она имеет примечание R3. Изготовлена монета из серебра 868 пробы. Номинальный вес ее 31,1 грамма. Фактически на полграмма меньше. Полтора рубля 10 злотых были выставлены на торги со 150 тысяч гривен. И всего после одной ставки проданы за эту сумму. На седьмой позиции нашего рейтинга расположились янтарные бусы. Янтарь, как известно, окаменевшая ископаемая смола. Затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев. Существует множество видов янтаря, отличающихся по цвету и фактуре. Но самым дорогим и востребованным считается так называемый королевский. Он составляет около 1% от всего существующего и частенько появляется на аукционе. Старинные бусы из королевского пейзажного янтаря имеют длину 42 см, а вес при этом 86 грамм. Янтарные бусы были выставлены на торги с 1 гривны. Лот получил 82 ставки. Бусы были проданы за 170 тысяч 10 гривен. Шестое место в сегодняшнем обзоре занял орден Кутузова 2-й степени. Орден Кутузова 2-й после ордена Суворова по порядку учреждения и старшинства полководческий орден. Награда имела 3 степени. Официально орденами Суворова 2-й степени было награждено всего 3 326 человек. Этот же принадлежал Михаилу Иосифовичу Переливченко, заместителю министра машиностроения СССР, работавшему после войны в Советской военной администрации в Германии. Орден Кутузова 2-й степени был выставлен на торги со 100 гривен. Лот получил 29 ставок. Награда была продана за 196 тысяч 100 гривен. Пятую строчку в топе 3-го квартала заняли швейцарские золотые часы. Часы эти очень редкие. Всего в мире существует только 250 подобных часов и эти под номером 22. Часы изготовлены известным швейцарским брендом Морис Лакруа. Часы мужские, механические, с ручным заводом. Корпус изготовлен из 18-ти каратного золота. Циферблат из серебра 925-й пробы, стекло сапфировое. Диаметр корпуса 46, а толщина 14 миллиметров. Водозащита до 50 метров, запас хода 44 часа. Золотые швейцарские часы были выставлены на торги с 1 гривны. Лот получил 167 ставок. Часы были проданы за 269 тысяч 100 гривен. На четвертой позиции среди самых дорогих продаж третьего квартала расположилось брендовое золотое кольцо. Кольцо это создано известным брендом ювелирных украшений Гакарук. Кольцо изготовлено из золота 750-й пробы. Оно украшено огромным количеством небольших бриллиантов, общим весом почти 2 карата и одним большим бриллиантом более 3 карат. Вес кольца 10,3 грамма, размер 17,5, состояние идеальное. Золотое брендовое кольцо было выставлено на торги с 1 гривны. Лот получил 186 ставок. Предмет был продан за 301 699 гривен. Открывает тройку призеров третьего квартала 2019 Дукат 1666 года. Монета эта была от Чеканина при правлении курфюрста Бранденбурга Фридриха Вильгельма. Дукат вышел из-под станка берлинского монетного двора. На Аверсе изображен сам правитель, а на Реверсе год выпуска и геральдические щиты. Монета изготовлена из высокопробного золота и весит около 3,5 граммов. Она находится в отличном состоянии и найдена, как и положено, нашим с вами комрадам-кладоискателям. Даже немытый золотой Дукат был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 356 ставок. Монета была продана за 309 144 гривны. Почетное второе место в сегодняшнем обзоре за собранием сочинений Шевченко. Книга эта достаточно редкая. Это прижизненное издание произведений Тараса Григорьевича Шевченко, Чигиринский, Кобзарь и Гайдамаки. Книга напечатана в Санкт-Петербурге в 1844 году. Стоимость ее тогда составляла ровно 5 рублей. Состояние книги не идеальное. Имеются надрывы, пятна и надписи, оставленные предыдущими владельцами. Прижизненное издание собраний сочинений Шевченко было выставлено на торги с 1 гривны. Лот получил 130 ставок. Книга была продана за 320 250 гривен. Ну а самым дорогим лотом, проданным в третьем квартале 19-го, стал комплект наград полного кавалера орденов славы. Награды эти принадлежат Павлу Петровичу Монастырскому. Орден славы третьей степени он получил в начале 1944 года. Будучи в то время наводчиком артиллерийского зенитного полка, Павел Петрович при отражении атак танков и пехоты противника уничтожил 23 немецких солдата. 13 января 1945-го Монастырский сбил немецкий самолет-разведчик и был удостоен ордена славы второй степени. Ну а через два дня уничтожил танк и три БТРа и снова был награжден орденом славы второй степени. Которую уже в 1970 году заменили на золотой орден славы первой степени. Итак, полный комплект орденов славы был выставлен на торги со 100 гривен. Лот получил 97 ставок, награды были проданы за 350 тысяч гривен. Ну что ж, таким был третий квартал 2019-го. А для того, чтобы не пропустить самые дорогие продажи года, просто подпишитесь на канал. Недельные обзоры самых дорогих лотов выходят каждый вторник. Ссылки на лоты, представленные в обзоре, а также архив продаж за два года вы найдете в описании под этим видео. На этом буду прощаться. До новых встреч на канале в поисках золота и кладов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok